Дизайнерские интерьеры. В общем, о том, как всё это было в нашем эксклюзивном репортаже с московских съёмочных площадок. Так, всё, приём окончен, я ухожу. Так! Обедать ты будешь здесь! 60% ситкома «Не родись красивой» снимается в павильоне. На один съёмочный день мобильной группы приходится 7 съёмочных дней в декорациях. В реальной жизни ни фирмы «Зимолета», ни роскошного офиса не существует. Всё это работа декораторов и дизайнеров. Офис просуществует до конца съёмок сериала. Спальню Киры и Будуарвики выносят по кусочкам, прямо у нас на глазах. Если американцы пришлют на них повторный запрос, рабочие восстановят декорации часа за три. Если нет, спальни просто канут в лету. Жизнь местных квартир, офисов и ресторанов очень недолговечна. Квартира семьи Пушкарёвых. Как видите, всё настоящее. Мебель настоящая, шкафчики настоящие, даже есть столовые приборы. Всё как и положено на настоящей кухне. Здесь даже вода есть, правда, пользоваться ей нельзя. Получается брак по звуку, поэтому звук воды записывают отдельно, диалог, соответственно, отдельно. Значит, просьба с чайником. Чайник не поднимать высоко, а вот его перед собой поднять. Как за здравый кубок. Мне же набирать нужно. Мелкий реквизит – вещи в кадре важные, но ни один кинопродюсер не станет на них тратить ни время, ни деньги. Чайник принесли из соседнего офиса, компьютер оттуда же. Всё остальное сотрудники наскребают по домашним сусекам и амбарам. У всех есть дачи, у всех есть квартиры. А поскольку люди здесь фанатики своего дела, они всё принесут, лишь бы только результат был хороший. Видите, как вынесли. Кто-то с дачи привёз, конечно, основные вещи. Кто-то из дома что-то купили, что-то на развалах покупали, что-то ездили на вернисаже. Есть вещи, действительно купленные у бабушек и дедушек, у которых всё это лежит и им не нужно. Идёт очень чёткое соотношение того, что есть в жизни и того, что есть на экране. То есть люди узнают эти вещи, они абсолютно такие реальные, тёплые, бытовые, которые есть почти в каждом доме. И именно поэтому весь интерьер, особенно Катиной квартиры, всё абсолютно реальное. Стиральную машину принёс сам режиссёр, а холодильник – Григорий Антипенко, он же Андрей Жданов. Говорит, всё равно с работы в 4 утра приходят, а в 8 снова в павильоне. Холодильник ему, по крайней мере, на время съёмок за ненадобностью. Всем привет! Я говорю, привет всем. Заходим в святая святых кабинет президента фирмы «Зимолета» Андрея. Вся мебель здесь настоящая, никакой бутафории и очень дорогая, сделана на заказ. Затратный и сложный оказался только кабинет Андрея. Американцы потребовали точного аналога своей декорации. На это ушло 3000 долларов и два месяца поисков соответствующего материала. В одном огромном павильоне здесь сразу несколько съёмочных площадок. Сейчас уже выстроены подиум, по которому ходят красавицы, кабинет Андрея, кабинет Кати и кабинет некоего компьютерщика, который сломал как раз её компьютер и пытается починить. Самое удивительное во всей этой конструкции – это вот этот вот вид из окна. Заглянули за декорацию обычный плакат, подсвеченный яркими лампами. Зато как это смотрится на экране. Настоящая Москва за окном. Гиммер сейчас проверяет. Меняем сейчас пока фильтр там с вечернего на ночной. Соседний павильон. Идут съёмки сериала «Люба, дети и завод». Декорации здесь – самый расходный пункт в смете, не считая гонораров Догилевой. Для сравнения, в месяц актриса получает за сериал 5000 долларов. На декорацию потрачено 5,5. Мы всё-таки создаём сказку. И мы хотим, чтобы люди видели не только грязь, которая ещё, к сожалению, осталась где-то. Не только видели тяжёлую жизнь, которая тоже где-то осталась. А чтобы была вот эта вера и надежда всё-таки в лучшее. И поэтому хотелось бы, чтобы приподнять это каким-то образом, сделать это более воздушным. А вот эту воздушность мы создаём за счёт красочности нашей декорации. И мне кажется, что она тоже работает на юмор и на ситуации, которые мы используем в сериале. Ольга Гаврилова, Николай Зеленов. Самое время узнавать сказку и с обратной стороны.